Всем привет и добро пожаловать на канал БибиТеки Долс. И сегодня я расскажу вам о своем кукольном доме. Кукольный дом я хотела очень давно для того, чтобы снимать своих девочек в разных-разных интерьерах и не перестраивать постоянно румбоксы. И кукольный дом я искала очень долго, потому что все варианты, которые мне нравились, стоили тысяча семидесят. И, конечно, тратить столько денег на кукольный дом мне совсем не хотелось. Поэтому я решила сначала нарисовать, что же мне хочется, как же он должен выглядеть. И поняла, что то, что я хочу, это набор румбоксов, составленных друг на друга. И тогда я обратилась к ребятам, которые делают румбоксы и кукольную мебель из дерева. Они сделали для меня несколько румбоксов с разными окошками, дверями, которые приходят в разобранном виде. И дальше неделю я его собирала, потому что нужно было время, чтобы что-то схватилось, чтобы ничего не рассыпалось. Но это было очень интересно и весело. И, кстати, кукольный дом мне вышел на 12 тысяч рублей. В описании к этому видео я оставлю вам ссылку на группу этих ребят, которые делают эту мебель румбоксы. Если вам вдруг захочется заказать для себя мебель или румбокс, или, может быть, тоже дом, то смело к ним обращайтесь. Ну, я уже заказывала мебель из их каталога и на заказ делала шкаф для 16-дюймовых кукол. Все приходило отлично, все замечательно собирается, и качество мне очень понравилось. Поэтому делюсь с вами. И экскурсию по дому для нас сегодня проведет моя подружка Поппи Паппи. Привет! Вы пришли осмотреть дом? Отлично! Сейчас я вам все покажу. Меня зовут Поппи. Добро пожаловать в наш дом. И это наша первая комната, пока здесь хранится только велосипед. Зато мы поклеили здесь обои. Посмотрите, какие красивые у нас окна. И везде побелели потолки. Совсем скоро во всех комнатах у нас появятся люстры и будет светло. Давайте не будем здесь долго задерживаться и откроем эту очень красивую черную дверь с окошками, которая ведет в ванну. Кстати, совсем скоро на этих дверях появятся красивые золотые ручки. Жду не дождусь. Это мой туалетный столик и раковина. Я люблю заботиться о себе, и поэтому люблю самые разные штучки для ухода за собой и за своей кожей. Это ванна. Я обожаю занырнуть в теплую пенную ванну после тяжелого трудового дня. И она такого классного розового цвета. Кроме красивого окна в черной раме, здесь еще огромное панорамное окно во всю стену. И когда ты лежишь в ванной, можешь смотреть, что происходит в саду. Эй, привет! А это наш второй этаж. Небольшая комната. Здесь, честно говоря, мы еще не придумали, что здесь будет. Если у вас есть идеи, обязательно расскажите о них. Здесь, посреди комнаты, есть красивое черное окно с решеткой и две двери. Посмотрим, куда ведет первая. Дверь тоже с красивыми прозрачными окнами. И мы заходим на балкон. Это небольшой балкон. И здесь я очень хочу высадить разные красивые цветы, чтобы они спускались по решетке. Но давайте вернемся в нашу комнату и зайдем во вторую дверь. Я обожаю эту комнату и жду не дождусь, когда мы ее выстроим. Потому что это будет гостиная. Наверняка мы здесь поставим камин. А зимой будем устанавливать елку. И с подружками мы здесь будем устраивать вечеринки и болтать. Я подпомнись к вам, чтобы я ее удащу. Добавляем тебе особо, чтобы она не будет. Я подпомнись к вам, чтобы я ее улыбнется. И я подпомнись к вам, чтобы я найду. Так, а в доме у меня будем устраивать к вам! пойдемте скорее на третий этаж здесь находится святая святых это спальня спальня пока предварительно обустроена нужно же мне где-то спать но скорее всего я все здесь изменю пока мы нигде не положили напольное покрытие и не везде еще есть обои на стенах спальня у меня тоже панорамное окно и это так круто с утра видеть рассвет в большое большое окно во всю стену небольшое окно находится у меня за спиной поэтому освещение с двух сторон на самом деле даже с трех ведь с другой стороны здесь находится дверь и в ней тоже есть окошки поэтому освещение со всех сторон дверь это ведет на террасу терраса большая и красивая да пока здесь стоит елка но зимой она точно перекочут в гостиную в гостиную О, вы уже здесь! Я хотела минутку передохнуть и понежиться под солнцем. Обожаю нашу крышу. Здесь мы высадили газон и поставили шезлонг. Поэтому в свои выходные я могу лечь на шезлонг и принимать солнечные ванны, не выходя из дома. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Я, пожалуй, останусь здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому!